Оценить качество работы дорожной службы управляющих компаний округа. Такую задачу поставил перед администрацией глава Люберец Владимир Ружицкий. И вместе со своей командой совершил по территории муниципалитета велообъезд. Инспектировали поселок Тамилино. Первая остановка в микрорайоне птицефабрика. Около пруда у дворца пионеров. Очистку водоема не проводили давно. И это сразу бросилось в глаза. Внутриквартальные дороги тоже оставляют желать лучшего. На проезжей части много ям. По словам местных жителей, дорожные службы устранять их не торопятся. Следующая остановка у Большого пруда на улице Шевченко. Здесь раньше пляж был, песочек был, всё-всё заросло. Люди как бы, да, востребованы съездить. Здесь были родники, сейчас все позабивались. Водоём приведут в порядок. Берега облагородят. По просьбе жителей рядом установят скамейки. Ещё один пруд находится в частном секторе на улице Кантемира. Ну тут что? Карась? Красный в основном. Красный характер. Ну золотой как бы. Ну отлично я хочу сказать. Это такая классическая рыба, шансового почти нигде нет. Его очистку провели в прошлом году в рамках государственной программы «100 водоёмов Московской области». Жители довольны, но есть пожелания по качеству содержания проезжей части и тротуаров. Дороги плохие бывают. Где-то залатают, где-то не залатают. Ну как говорится, везде где-нибудь по кому. А детские площадки как вам современные? Современные хорошие. Старые, конечно, похуже. Но современные, которые вот около новых домов сейчас, сделают хорошо, конечно, благоустроенно. Отдельно обсудили проект благоустройства территории около платформы Тамилина. В ближайшие годы здесь проложат третий диаметр МЦД. Он соединит Зеленоград и Раменское. То есть здесь будет обустраиваться территория полностью. Соответственно, вот сюда будет улица обустраиваться. И точно так же в рамках МЦД будет обустраиваться территория, значит, соответственно, с той стороны в районе парка Варс. В рамках строительства московского центрального диаметра прилегающая к платформе территория попадёт под реконструкцию. У нас в реконструкции шесть станций железнодорожных, шесть платформ. И Панки, и Люберцы, и Красково, и Томилина, и Малаховка, Ухтонка. Все вот эти станции должны быть в таком, ну, в хорошем виде. Сегодня проходят конкурсные процедуры, идёт проектирование. Я думаю, что проектирование будет завершено в октябре месяце. Ну, шуточку раньше. Велообъезд завершился в сквере на пересечении улиц Гаршина и Гоголя. Территория здесь благоустроена и ухожена, но фонтан, установленный в зоне отдыха, по просьбе томилинцев, будет модернизирован. Мы маршрут отрабатываем с точки зрения обращения жителей. Мы отрабатываем сети. Могу сказать, что целый ряд обращений жителей, они сопровождаются, ну, какими-то просьбами. Надо дать должность. Сегодня неплохо у нас работают управляющие компании. Да и дорожники немножко подтянулись. Замечания и предложения жителей в ходе объезда учтены. Очередной рейд по содержанию территорий будет сформирован также на основании наибольшего количества обращений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.